Всем привет! С вами Тень, и сегодня я научу вас пользоваться Лаки Патчером. Ну а если вам понравится мой канал, то тогда обязательно подпишитесь на него. В самую первую очередь отвечу на ваш главный вопрос. Почему Google считает, что Лаки Патчер это вирус? На самом деле это не так, потому что Лаки Патчер использует некоторые методы обхода для того, чтобы модифицировать приложение. А вот теперь самое полезное. Нажимаете на нужное вам приложение и выбираете меню патчей. Затем у вас высвечивается новое меню, которое предоставляет вам выбор, что с этим приложением сделать. Я думаю, что все варианты вам понятны, кроме одного – пересобрать для работы с эмуляцией. И как раз это самый интересный и нужный вариант. Выбираем именно его. Теперь вы снова видите меню. Оставьте галочки так, как есть, а рассылка «Интент для всех» лучше вообще не трогайте. Нажимаете «Пересобрать приложение» и ждете. Как только процесс закончится, удаляете основной АПК-файл и устанавливаете модифицированный. Вот и все. Теперь вы можете в какой-то игре бесплатно что-то купить. При покупке у вас высветится вот такое меню. Нажмете «Да» и вы купите желанный пакет. А для вашего удобства поставьте галочку «Рядом с автопокупка с текущими настройками» и вы будете автоматически покупать нужный вам пакет без этого меню. Теперь вы точно почувствуете себя маминым хакером. Но помимо основных функций патчера он может выполнять и второстепенные. Например, клонировать приложение и делать резервные копии. Кстати, очень полезно делать резервные копии, если вы хотите сохранить это приложение на своем телефоне или, например, поделиться им. Но предупреждаю сразу, Лаки Патчер может не работать на каких-то устройствах и может не работать с какими-то играми. Но с какими он 100% не работает, так это с онлайн-играми. Также нужно быть очень осторожными с системными приложениями, а лучше вообще их не трогать. Что ж, я благодарю вас за просмотр данного видео. А если вам оно еще и понравилось, то тогда обязательно подпишитесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok